Быть или не быть прямым выбором мэра? Сегодня этот вопрос впервые обсудили депутаты городского совета. Почему рабочей группе пришлось принимать решение за несколько часов? В сюжете далее. Мы должны четкий сигнал населению это послать, потому что спрашивают люди, буквально подходят, говорят, вы что там выборы отменили? Они же не разбираются, какие депутаты отменили выборы, краевые там или городские. Разбираться с новым законом, который отменяет прямые выборы мэра, сегодня собрались депутаты городского совета. Немногочисленным составом рабочая группа пыталась решить, как действовать в нынешней ситуации. Ведь накануне законодательное собрание края приняло новый закон о некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае. За размытой формулировкой скрываются весьма серьезные изменения для муниципальных территорий, в частности города. При таком законе красноярцы просто не смогут в будущем выбрать мэра. Его назначат из состава депутатов горсовета. Хотя у последних возникает масса вопросов о новом порядке. Только можно, либо проходить теорию заговора, и кто-то задумал сменить главу города. Либо это какая-то команда сверху. Но лично для меня совершенно непонятно. И почему депутаты так собрания так вот резко, просто люди в тайком принимают такие решения. Какая-то удивительная история. Есть и организационные вопросы. Например, по новому закону придется нанимать и руководителя администрации, так называемого сети-менеджера. А вдруг между главами возникнут конфликты? И в случае принятия закона действующий горсовет остается? А если нынешний глава города решит уйти досрочно, то и выбирать мэра будут уже среди действующих депутатов города. Я надеюсь о том, что депутаты городского совета поймут, что законодательная власть и исполнительная власть – это совершенно разные ветви власти. И идя в городской совет депутатов, мы шли именно как быть законодательными. Никто из нас не планировал становиться главой города. И поэтому я считаю, что из существующих депутатов, ну, наверное, нет такого человека, который смог бы возгладить администрацию и возгладить исполнительную орган власти. Если новый закон все же вступает в силу, то депутаты должны в течение трех месяцев изменить устав города. Либо в этот же срок выступить против отмены прямых выборов и выйти со встречной инициативой, дабы принять отдельный закон – исключение для Красноярска. А для этого нужно поторопиться. Для того, чтобы в этот трехмесячный срок уложиться, мы и так вот пытаемся ускоренно сначала же с нашей инициативой выйти в ЗАГС собрание с тем, чтобы сохранить существующую систему. И мы привязаны здесь именно к нашим сессиям. Вот мы сейчас пытаемся успеть к сессии 16 декабря. Поэтому такая срочность, когда мы законопроекты в течение полутора часов пытаемся написать. Конечно, так не должно по-хорошему делаться, но тем не менее. Теперь многое зависит от того, как скоро отреагируют на встречную инициативу своих коллег – депутаты ЗАГС собрания. Юлия Фанасьева, Владимир Антонов, Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова